Всем привет! В этом видео поговорим о том, что выход из зерновой сделки заметно улучшил положение России. Одной из главных тем прошедшего саммита России Африка стал выход России из зерновой сделки. Ряд африканских лидеров под давлением американской администрации попросили российского президента возобновить участие России в зерновой сделке. Представители Египта и Конго попросили Владимира Путина проявить великодушие и пойти на уступки западным партнерам ради укрепления международной продовольственной безопасности. Президент России вежливо выслушал африканских коллег и сообщил о готовности в будущем сесть за стол переговоров по поставкам зерна из соседней страны по Черному морю, но только после того, как Аликин и Запад выполнят все без включения встречные условия России. А таких встречных условий стало уже 7 штук. К прежним условиям в виде разблокирования экспорта российского зерна и удобрения добавились новые условия в виде снятия санкций со всех российских банков, участвующих в принятии платежей за поставки продовольствия удобрений посредством подключения их к системе SWIFT, снятие всех запретов на поставки в России иностранных запчастей комплектующих для сельскохозяйственной техники, снятие любых запретов на поставки в Россию сырья для производства минеральных удобрений, возобновление работы Аммиака Провга, Тольятти, Одесса. Очевидно, что фактом расширения встречных условий для возврата к зерновой сделке российские власти лишь отдаляют перспективу ее заключения в будущем. По словам президента России Владимира Путина, российские сельхозпроизводители только выиграли от выхода из зерновой сделки, чему способствовал рост биржевых цен на пшеницу на 20% за последний месяц. А еще росту доходов российских сельхозпроизводителей способствовал исход из России западных зерновых трейдеров, ранее получавших основную маржу от перепродажи нашего зерна в третьи страны. Теперь российское зерно отечественные компании будут реализовывать напрямую. Следующим шагом станет продажа нашего зерна и продовольствия за рубли. Проект соответствующего президентского указа уже подготовлен.